То есть на нас действует судьба, она нас давит. И когда судьба давит, то естественное ощущение у человека, обескураженность такая, вот чувство, что такое, что делать, как вообще жить. Как будто вот здесь в сердце такой затор, как будто всё, жизнь остановилась. Человек не знает, что ему делать, как будто нет выбора, никаких опций нет. Это надавила судьба. И когда судьба давит на человека, она сразу его пугает, даёт ему безысходность. Ну то есть она пугает его, настраивает на безысходность, настраивает на то, что ничего не получится. И всё это просто энергия. Причина такого вот состояния, что у меня нет сил, ничего не получается, ничего не могу, это обесточенность просто. Человек должен понимать, как он устроен. Обесточенность означает, надо себя наполнять. Вот допустим, у вас нет сил, пошли гулять, всё. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь, мне делить не с кем. Понимаете, человек, ну обычно как человек делает, вот допустим, обесточенность наступила, человек сразу хочет, чтобы были силы. Вот понимаете, вот человек жил до этого, он жил, и у него были силы само собой. Вот он жил, и всё нормально было, как бы само собой. А тут, как бы человек заснуть не может, ночь яблоком стучит в окно, то есть он не может заснуть. И покуда теряется птицы крик, я думаю только об одном. Был душой я молод, а теперь старик. Что это значит? Это значит, что навалился тяжелый период жизни. И человек не знает, что с ним делать. Он, может быть, и слышал в лекциях, как бы, ну, что с ним делать. В лекции-то он слышал, но когда его лично, его тяжелый период наваливается, у него четкое ощущение, на сто процентов в сердце, что всё плохо и ничего лучше не будет. Вот как вы думаете, у меня такое ощущение в сердце может быть или нет? Да, ну, периодически так, ба-бам, всё плохо, всё, ничего нехорошее, всё. Вот, понимаете, это просто действие судьбы. И что это значит? Значит, просто чисто технически, если говорить техническим языком. Вот я слесарь пришёл, допустим, там мне могут сказать, на нас злые духи напали, там, теперь у нас потоп. Ну, технически это значит, забился кран. Ну, слесарь берёт, как бы, кран чинит, и злые духи отступают. Вода начинает течь. Вот. Ну, то есть, мы, конечно же, как бы, можем как-то оценивать ситуацию, у нас своё представление о мире, там, что происходит, что ничего не получается, все меня предали, все отказали, никто меня не любит. Всё это так и есть, это всё правда, но эта правда, она имеет такую немножко не стопроцентную природу. Потому что главная правда заключается в том, что собачка стала скользкой и вонючей, потому что она не ходит на улицу. А последствия такие, что её хозяева не любят, что её идут продавать на рынок, что у ней жизнь дала трещину, потому что она верила своим хозяевам, а они теперь её продают. И как так вообще верить потом людям после этого? Понимаете, вот такая ситуация. Но причина заключается в том, что она перестала быть жизнерадостной. Ну, понимаете, если собачке, допустим, вариантов нет, то у нас есть варианты. Понимаете, вот если бы вы начали как бы двигаться, нужно ходить два с половиной часа непрерывно, раз в четыре дня хотя бы, и у вас тогда начнётся ощущение полного облегчения. Вы как бы на полностью будете заполнять свою судьбу, вот за это время будет ощущение полного облегчения. А также где-то минут сорок неподвижного положения тела с молитвой. То есть, когда вы идёте, слушаете лекции, когда вы стоите, то вы в это время молитесь. И вот если вы такие вещи будете совершать, особенно на природе, то тогда вы почувствуете сразу облегчение, вам сразу станет легче. Понимаете, а потом вот эти вещи, которые происходят снаружи, там вот это вот, что вы не можете справиться с ситуацией совсем, там она наваливается, безысходность, это всё результат истощения. Это результат того, что вы истощены. Понимаете, это последствия уже этого. То есть, человек должен бороться с самим истощением. Вот судьба крайних закрыла энергии. Вот до этого, вот как протекает жизнь. Вот в обычном состоянии, когда судьба действует хорошо, у человека есть хорошее настроение. Ну, такое нормально. Вот он засыпает, он... Ну, нормально всё. Просыпается, тоже всё хорошо. Ну, то есть, судьба действует обычно, она оставляет человеку вот этот кусочек счастья в сердце, который хватает на жизнь. Но что такое плохая-плохой период жизни? Он не оставляет кусочка счастья в сердце. Наступает время, и счастья нету. Вот, само собой, счастья нету. Причина, потому что наступил плохой период. И этот плохой период забрал энергию счастья. Всё. Судьба пришла тебя помучать. Принимай судьбу, радуйся ей. Аминь. Аминь.